Друзья, приветствую вас в игрушке Одмар. Викинги – величайшие воины в истории. Их боятся ими восхищаются во всем мире. Они готовы снова сразиться военнославой и процветания своего народа. Два молодых викинга, Васкар и Одмар, выросли в этой деревне. И ждали величайшее свершение, уготованное самими богами. К сожалению, боги забыли посвятить их в свои планы. Флотбор прощался с своими родителями, как и сотни раз до этого. Они всегда возвращались домой. Но только не в этот раз. Эту игру мне советовали поиграть уже несколько раз разные люди. Я вот все ленился, не брался и вот наконец решил взяться за обзор этой игры. Игрушка прикольная, красочная, как в принципе мне и рассказывали. Ой, не знаю, сейчас посмотрим, что у нас получится из этого. Так, давай без вот этого Google Play игры, как обычно. Давай мы потом. Окей. Окей, окей, окей. Как обычно. Так, поехали. Вождь викингов гордился своим народом, но он был жадным и упертым правителем. Он хотел расширить свои владения независимо от последствий. Вождь презирал Одмара. Он никогда не сражался за его деревню, но выживал за их счет. Вождь больше не мог это терпеть. Одмару нужно будет одиночку разграбить лес и сжечь его дотла, чтобы их деревня могла процветать. Если он откажется, то его ждет та же участь, что его старого друга Васкра. Вся деревня насмехалась над Одмаром, и он заперся в своей хижине. Ага, интересненько. Одмар был унижен и оскорблен. Он любил свой народ, но он не мог стать тем, кем они хотели его видеть. Возможно, подумал он, я не настоящий викинг. Быть может, сон пойдет мне на пользу. Одмар не мог поверить своим глазам. Прямо перед ним стоял его давно потерянный друг Васкар. Вместе они стояли перед священными вратами Вальхаулы. Подожди, воскликнула Одмар. Намлюдая, как его старый друг шагнула встречу свету. Перед Одмаром появился странный призрач. Это была лесная фея. Она охудила эгоизм Одмара и его растраченный потенциал. Он подвел всех, кто был ему близок. Он не заслужил места в Альхале. Но замена она предложила наделить его огромной силой. Если он сможет ей правильно распорядиться, то, возможно, он получит место в Альхале. Однако, всему есть цена. Одмар проснулся от волнения. Какой странный сон. Он казался таким реалистичным. Как эта сумка оказалась здесь? Неужто? Это та самая сумка, которую он видел во сне. Он заглянул в сумку. Гриф. Сейчас он мухоморов наестся и как Галюна начнет ловить. Так, ну вот наш приятель Одмар. Наконец-то дошли до игрового процесса. Съел грибочек, стал крутой. Так, как сложно-то, ладно. А, графика прикольная. Прикольная графика. Какой он интересный. Ну-ка, куда мы прибежали? Серьезно, он все время под грибами. Интересный парень. Так, расскажите-ка, для чего мне нужен был правый... А-а-а, вот он, Чирикалыч. Серьезно, под ним грибы вырастают. Какой странный парнишка. Графика в игре, конечно, обалденная. Приятные скандинавские мотивы. И музыка, и оформление. Все на уровне, я вам скажу. Управлению тоже, в принципе, к нему привыкаешь. Поначалу немножко непонятно, а потом начинается интересно. Вот, что-то я нашел. А, сохранение игры, обалдеть. Сложно, ее пока что тоже не назовешь. Ой, так можно, нифига себе. Чекпоинт, отлично. Блин, ну, очень-очень приятное управление. Приятная графика, музыкальное сопровождение. Ну, у меня версия платная, то есть там в плей-маркете она платная. Скажем так. Она без... Ну, можно ее скачать бесплатно, но вот до определенного эпизода, как мне объяснили, она платная. Так, так, так. Нифига себе, можно прыгать на противников? А можно вот так вот, на этих... На овечек нет, нельзя. В смысле? Шо-шо за нафиг? Грибочек. Грибочек. Во, что так можно, что ли? Так, врагов можно обезвреживать. Вот таким вот способом, нехитрым. Терешку можно подвинуть, тоже хорошо, на самом деле. Ну, блин, возможности в игре, конечно, очень-очень классные. Ну, а тут можно еще раскачиваться, серьезно? А, нет, раскачиваться нельзя. Думаю, можно раскачаться. Так, а что я могу покупать на вот эти вот треугольнички-то? Погнали наверх, отлично, выбрались. Хорошо. Ну, только количества жизни как-то маловато. Драться наш персонаж не умеет, может только прыгать. Ну, это какой-то, знаете, как Марио. Только очень-очень красочно и красиво. А, все, я понял. Обалдеть, вот тут паркур. Так, я, по-моему, один символ пропустил, да? Ну, ладно. Жизнь он потерял, серьезно. Очень неловко получилось, ладно. А может, на эти штуки можно что-то покупать? Ну, сейчас посмотрим. Может, мы еще дойдем до этого? Красивые фоны, красивые очень. Блин, ну, на самом деле, очень даже неплохо. Уровень 1.1. Я так понимаю, каждый уровень сопровождается какой-то историей. Нет, игра очень неплохая. Приятная, приятная глазу однозначно. Друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»